Каждое утро Татьяны Красильниковой начинается одинаково. Это уже обычай, традиция – обсуждать дежурство коллег. Опыт позволяет. 20 лет отработала на скорой. 4 года назад из Астрахани переехала в Одинцово. Сменила не только город, но отчасти и специализацию. Я уже на пенсии по своей профессии. То есть все свое я уже выработала. Поэтому сейчас учу своих сотрудников, передаю опыт свой. Теперь Татьяна – старший врач. За многолетний труд – почетная грамота. Свои награды в профессиональный праздник получили 13 врачей скорой помощи. Среди них Андрей Орлов. За спиной фельдшера не одна успешная реанимация. Но о себе он говорит скромно. Попал на скорую случайно и задержался здесь на 10 лет. Над тем, что пожелать коллегам в праздник даже не раздумывает. Хорошего настроения. Без этого тоже сложно работать. Поэтому, когда в коллективе хорошее настроение царит. И полегче на смену выходить. И легче сутки проходит. Во главе профессиональной и дружной команды Ирина Бережная. Прошла путь от обычной санитарки до заведующей. Одинцовская подстанция стала для нее вторым домом. Здесь не только спасают жизни, но и учатся новому и даже создают семьи. Но о главном не забывают. Чтобы хорошо работать, в первую очередь надо любить пациентов. И относиться к ним, как к своим близким. А если будет любовь, если будет взаимопонимание, то будет и хорошая работа. В новейшей истории России день работника скорой помощи появился в разгар пандемии. Именно тогда врачи, медсестры, фельдшеры и водители выездных бригад приняли на себя основной удар коронавирусной инфекции. Олеся Лукина, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.